Актуальное интервью Государственного университета, доктор химических наук, доцент Ибоев Максим Юрьевич. Здравствуйте, Максим Юрьевич. Приветствую вас. И у ректора Хабаровского государственного университета экономики и права, кандидат исторических наук, доцент. Юрий Сергеевич, первый вопрос к вам. Как идет приемная кампания в ваш ВУЗ? Что ждет абертуриентов? Сколько бюджетных мест? Множество вопросов. Да, на самом деле кампания сейчас в самом разгаре. Стартовав 20 июня, вот сейчас мы видим уже большое количество поступающих. Что ждет абертуриентов? Хочется верить, что всех, кто извил желание учиться в ТОГУ, ждет, во-первых, поступление. Это самое главное и самое важное. Если говорить об отличительных чертах приемной кампании этого года, то, во-первых, хотелось бы отметить более активное использование цифровых систем. Это суперсервис, поступая в ВУЗ онлайн, портал госуслуги. Более 60% заявлений, которые сегодня приходят в ТОГУ для рассмотрения, мы получаем именно через эти системы. С одной стороны, это плохо. Это не позволяет посмотреть в глаза ребятам, с ними проконтактировать для того, чтобы рассказать о, возможно, различиях тех или иных направлений подготовки, их каким-то образом сориентировать и донастроить. И, может быть, заинтересовать, да? В том числе, да. Потому что мы в первую очередь заинтересованы в мотивированных ребятах. С другой стороны, это нам очень помогает в расширении географии. Вот уже на сегодня, когда приемная кампания еще не закончила, мы фиксируем поступление документов из 42 регионов Российской Федерации. Это действительно много. В ТОГУ подают документы ребята с самого востока России, с Камчатки. И заканчивая, у нас есть заявление, в том числе, из Калининграда, например. То есть это расширяет географию, это дает возможность ребятам легче находить вуз и подавать туда документы. Второе изменение, оно характерно для ряда университетов, это увеличение контрольных цифр приема. То есть те вузы, которые показывают системный высокий уровень образования, вот сейчас, ввиду высокой потребности в кадрах, в целом Министерство науки и высшего образования дает большее количество мест для бюджетного обучения студентов. Так, в Тихоокеанском государственном университете таких мест стало более чем на 200 больше. Соответственно, больше абитуриентов мы готовы принять на бюджетную форму обучения. Меняется и сами направления подготовки, которые мы сегодня предлагаем нашим абитуриентам. Понятно, что мы ориентируемся на потребности региона. Причем не на потребности, которые существуют на данный момент, а на те потребности, которые прогнозируются через 3-4-5 лет, когда, собственно, ребята, поступающие сегодня, будут выпускаться из университета. Мы ориентируемся на те задачи, которые сегодня стоят в целом перед Российской Федерацией. Это задачи технологической независимости, технологического суверенитета. Поэтому очень активно занимаемся развитием направлений, связанных с инженерным технологическим творчеством. Открываем новые направления подготовки в этой связи. Вот, наверное, это ключевые особенности. Вкратце, если взять то, что вы назвали основные направления вашей приемной кампании. Максим Юрьевич, а приемная кампания в университетах экономики и права, как у вас обстоят дела? Ну, конечно, все те тенденции, которые обозначил Юрий Сергеевич, они наблюдаются и в нашем университете. Я не буду, конечно, об этом это повторять. Но хотелось бы сказать об одной особенности или тенденции, которую мы в этом приемном году очень хорошо чувствуем в Нархозе. И мне очень отрадно об этом говорить, кстати говоря. Мы видим уже сегодня, это абсолютный факт, смещение интереса наших традиционных абитуриентов из чистых социогуманитарных и общественных профилей и направлений подготовки, наших базовых, коньковых, топовых экономикой менеджмент в сферу наших профилей технологических, айтишных. И мы понимаем, что сегодняшний абитуриент мыслит себя в нашем университете, с одной стороны, как будущего специалиста, погруженного в технологические компетенции, но при этом понимает, что очень важно получать и дополнительную подготовку в областях управления и в областях экономики. Понимаем, что эти дисциплины в рамках даже чистой наших технологических профилей будут реализовываться на достаточно высоком и качественном уровне. И в этой связи вот тоже, как мне кажется, очень важно обратить внимание, что не секрет, наши УЗА находятся сейчас в стадии реорганизации. И вот это отношение абитуриентов, которые стремятся по факту к некой кросс-дисциплинарности, к поиску вот того самого симбиоза между непросредственно управленческими компетенциями и какими-то технологическими, очень хорошо накладывается. То есть получение разных знаний в разных областях, не только именно в том, может быть, той специальности, на которую поступают. Абитуриенты очень четко и абсолютно недвусмысленно нам сигнализируют об этом. Когда, например, сегодня в университете экономики и права у нас наиболее востребованное среди абитуриентов направление подготовки это прикладная информатика, это технология производства и индустрия питания. Мы получаем туда колоссальное количество сегодня заявлений. И понимаем, что вот эту тенденцию мы теперь уже в рамках объединенного университета, имея все до этого возможности, будем безусловно развивать и воспроизводить на новых, более качественных уровнях. Вот эта междисциплинарность, вот это объединение, мне кажется, это один из возможных путей к успеху. И мы его сегодня фиксируем. Ну, понятно, что и распределанция здесь говорить не о чем. В топе уже мы приближаемся к 200 на одно бюджетное место. Поэтому это, конечно, традиционная составляющая работы нашего университета. Точнее говоря, это одно из ведущих направлений нашего университета. Ну, вот такие соображения университета. Спасибо большое. Юрий Сергеевич, а вот если взять популярные, именно самые популярные направления, самым большим конкурсом в Тихоокеанском государственном университете, какие они? Вы знаете, они очень разные. И очень зависят от изначально того, как ребята-абитуриенты ориентированы. Ну, да, экономику, управление, менеджмент, я бы хотел назвать. Юриспруденция. Это тоже важно, в том числе ввиду того самого поворота на восток, который сегодня происходит. Потому что, наверное, стоит уже прекратить говорить о международном праве и начать говорить о различных системах национального права. А мы здесь, как никто, близки к коллегам из Азиатско-Тихоокеанского региона, к Китаю, и кто, как не наши выпускники, со своими знаниями права российского и права китайского, а этому мы их тоже учим, они способны будут выстраивать нормальные деловые отношения между двумя государствами, начиная с таможенного дела и заканчивая ведением бизнесов в иных направлениях. Растет востребованность технологических направлений и профилей. И здесь очень важно упомянуть сопряжение IT-компетенций. Ребята очень... Ну, которые объективно сейчас, наверное, самая модная. Просят этого. Самая модная. Но вместе с востребованностью IT-шников как таковых растет спрос на специалистов в области IT, ориентированных на технологические производства. Это немножко другое направление. Именно для этого, кстати, мы сегодня в Тихоокеанском университете по сути возрождаем большой политехнический институт для того, чтобы подготовить кадры, способные решать задачи на стыке разных направлений. То есть то самое, прошу прощения, что вас перебиваю, политехническую школу, которая всегда и славился политен. Да, да, абсолютно верно. Чтобы будущие инженеры, будущие технологи знали информационные системы и знали IT на очень высоком уровне. Потому что именно это позволит им оперативно решать возникающие задачи. Растет популярность направлений, связанных с горным делом. Мы в этом году открыли направление, связанное с обогащением полезных ископаемых. Понятно, Хабаровский край и в целом дальневосточный макрорегион – это регион добывающий и перерабатывающий. Поэтому это очень важно. Ребята видят, как экономика складывается. Растет востребованность направлений, связанных с композиционными материалами и аддитивным производством. Сегодня, опять же, когда важно делать отечественное оборудование, отечественные производства, именно аддитивные технологии – 3D-печать, напыление и так далее – это самый удобный, самый быстрый и самый технологичный способ производства мелкосерийных изделий. При этом весьма и весьма сложно. И этому мы как раз, ребята, учим. Растут потребности, и вот, наверное, очень действительно серьезно растут потребности в сфере креативных индустрий. Худграф, анимационное дело, реклама связи с общественностью, что интересно. То есть ребятам становится интересен маркетинг, продвижение брендов, продвижение концепций, продвижение идей. Ребята хотят туда идти. Вот это те, наверное, такими широкими достаточно мазками направления, которые сегодня пользуются популярностью в ТОГУ. Но я еще раз хочу отметить, что в целом профиль высшего образования меняется в ВУЗе. И от концепции образовательной трубы, когда человек поступил на первый курс, и вот он учит определенные только строго заданные дисциплины до четвертого курса или до шестого курса магистратуры, меняется в сторону индивидуальных образовательных траекторий. Когда человек поступил, обучаясь в университете, он получает компетенции в сфере предпринимательства. Мы вот реализовали уже по весне одну акселерационную программу для будущих предпринимателей. И вот по осени еще две запускаем, каждый из них на 500 человек. Мы реализуем большую федеральную программу тренинга предпринимательских компетенций, когда ребята во время обучения в университете учатся предпринимательству. Не только для того, чтобы, может быть, открыть свое дело или стать самозанятым, но стать более предприимчивыми, более инициативными, проактивными. У нас работает цифровая кафедра, когда все ребята, обучающиеся в ВУЗе, могут освоить дополнительно IT-навыки, связанные с их профессией. Кому-то важнее промдизайн и моделирование, 3D-моделирование, это инженеры. А кому-то важнее освоить 1С. Это экономисты. На уровне продвинутого пользователя, а не просто юзера, который умеет, там, две кнопки даже. Да, это экономисты, это будущие юристы и так далее. Так как у нас есть большой очень педагогический институт, мы считаем очень важным давать возможность всем студентам университета получать навыки в области педагогики. Учиться самому и учить других. Это важно в любой сфере, потому что все же хотят стать руководителями. А руководитель – это не только человек, который подписывает документы, но и который так или иначе занимается развитием своего персонала. Вот этот вектор междисциплинарности, он сейчас очень важен. Поэтому, да, важно, куда поступают ребята. Но когда они поступили в университет, перед ними раскрывается огромное поле возможностей для самореализации. И получение дополнительных знаний, не обязательно по основной специальности. Да. Важно не упустить этого. Максим Юрьевич, расскажите, какие даты в приеме документов в ваше учебное заведение сейчас важно знать будущим студентам? Яду дат. Еще несколько слов о том, собственно говоря, как выглядит в практической плоскости то, о чем мы сегодня с Юрием Сергеевичем здесь говорим. Вот это индивидуализация, это кросс-дисциплинарность, это многовекторность в системе образования. Различные возможности. Да, я хочу сказать, что на сегодняшний день проведена достаточно большая методическая работа и в нашем университете, и совместно с Тихоокеанским государственным университетом для того, чтобы появились уже сейчас такие направления, такие профили, где это уже реализованные, и именно эти направления сегодня и абитуриентов уже могут выбирать. У нас это, прежде всего, две программы с двумя квалификациями. Вот это то самое, о чем Юрий Сергеевич говорит. Пусть реализованы, но не напрямую с привлечением к квалификации респруденции, но тем не менее, это технологии и управления в индустрии питания, где, соответственно, две квалификации будут получать одновременно на одной образовательной программе наши абитуриенты, ну, наши студенты. И это будет менеджмент, и это будет технология. Ну, наверное, это правильно, потому что как ты можешь управлять тем, что... Ну, с одной стороны, не понимая, как вообще выстраиваются управленческие процессы, а с другой стороны, не понимая, как внутри выглядит просто производство продуктов питания. Поэтому такая программа есть, и она не просто содержательно выводит на новый уровень, собственно говоря, подход к получению профессии, она еще и технологически, это тоже очень важно помнить нашим абитуриентам, облегчает им жизнь. Потому что зайти на технологию можно, в общем-то, и без химии, зайдя на технологию через менеджмент. И это очень важно на самом деле сейчас для тех, кто смотрит на свой перечень ЕГЭ и на эти баллы ЕГЭ. У нас есть цифровое государственное и корпоративное управление, где есть, опять же, две квалификации. Это прикладная информатика и это менеджмент. То есть, соответственно, и здесь мы пытаемся сформировать того самого специалиста, который, конечно, не будет тем самым топ-айтишником в Сбербанке, но это будет тот самый управленец, который понимает, как правильно сформулировать задачу для того самого высоколубого, мега-крутого айтишника эти самые процессы описать на понятном для высокоуровневого программиста задачу. Поэтому вот такие пулы наших двух программ, которые предполагают две квалификации. И еще одна программа, которую я очень бы хотел упомянуть. Она, кстати, начала пользоваться неожиданно для нас очень большой популярностью. Вот тот самый китайский вектор, о котором Юрий Сергеевич сказал. Это программа наша «Международная торговля». Программа, которая спроектирована исключительно в интересах как российских векторов, так и китайских. Она будет совместно. Китайский и российский студент будут в одной группе. Там 1200 китайского языка часов. Более 300 часов английского языка. Там привлеченные эксперты, в том числе и с китайской стороны. Там китайское право и китайские принципы делового оборота. Там вообще огромнейшая монтепрогологическая программа. Я думаю, что большие перспективы для студентов, которые закончили этот программ. Мы видим, что сейчас к нам и заявления от иностранных студентов, и большое количество абитуриентов российских. Безусловно, что на фоне нашего общего подхода, который предполагает китайский факультатив, бесплатно для всех студентов. Бесплатный китайский для всех студентов. Поэтому вот с наложением на очень крутую историю с технологиями, с инновациями, которые сегодня реализуются в ТОГУ, вот это наложение социогуманитарной, языковой, лингвистической и юридической подготовки сильной в Нархозе, убежденно даст очень качественный синергический эффект. Будет пользоваться популярностью такое направление. Призываю всех абитуриентов, посмотрите еще раз. Есть уникальная возможность. Да, и все-таки, Юрий, давайте немножко скажем про даты нашим телезрителям, которые существуют какие-то для того, чтобы определиться, куда вы идете, куда идут ваши дети. По датам, как я уже сказал, приемная кампания стартовала 20 июня. Сейчас она находится в активной фазе. В фазе, когда можно подать документы в один либо несколько университетов на разные направления и профили подготовки. Прием документов будет продолжаться до 25 июля. Соответственно, это первая отсекающая дата, то есть когда нужно определиться с тем перечнем университетов, куда, собственно, хотелось бы поступать. Я говорю сейчас не про целевые места, а вот про базовые такие места до 25 июля. Дальше в течение определенного времени до, если мне не изменяет память, 1 августа или до 3 августа, да, прошу прощения, уже ребятам нужно будет принять решение, где лежит оригинал их документа об образовании. Потому что именно наличие в университете документа об образовании в виде самой бумаги, либо указаний на госуслугах в суперсервисе, поступая в ВУЗ онлайн, что вот в этот ВУЗ, да, определяет для ВУЗа возможность издать приказ о зачислении ребят. Приказы будут издаваться до 9 августа включительно. Вот это те, наверное, 3 ключевые даты, на которые стоит ориентироваться с ребятами. В принципе, на сайтах всех университетов сегодня все ключевые даты размещены и в Университете экономики и права, и на сайте Тихоокеанского государственного университета можно посмотреть, проводятся активно и Дни открытых дверей, потому что сейчас много у абитуриентов объективно информации, вопросов. Их важно снимать так или иначе, поэтому нам можно и написать, и телеграм-бот, и чат в WhatsApp. Нам можно позвонить. У нас на сайте университета есть многоканальный номер, где в любое время ответят сотрудники и объяснят и особенности приема. И особенности при необходимости тех или иных образовательных направлений. И где-то проконсультируют про то, как лучше организовать технологический свой прием, потому что мы действительно с Максимом Юрьевичем сейчас находимся в ситуации, когда два университета ведут прием раздельно с тем, чтобы объединиться. Но мы идеологически уже объединили свои усилия, и, собственно, сотрудники приемной комиссии Тихоокеанского государственного университета находятся в том числе на кампусе университета экономики и права. Мы консультируем также по возможности поступления к нашим коллегам, потому что уже с ноября месяца мы станем одним большим университетом. И все, кто поступит, они продолжат освоение тех образовательных программ, на которые они поступили. То есть, мне кажется, очень важно об этом упомянуть, что ребята, выбирая сейчас образование, выбирая преподавателей, если для них это важно, они получат ровно ту образовательную услугу, ровно то образование, на которое сейчас сориентированы. Спасибо. Одно-либо дополнение важное, особенно в отношении тех, кто ориентирован на сдачу внутренних испытаний, у меня такой контингент достаточно обширен, следует поторопиться, потому что 25 число это дедлайн для тех, кто предоставляет свои результаты ИГЭ, для всех остальных ориентированных на внутренние испытания, это 16 июля, нужно уже... Поторопиться с выбором. Поторопиться и приступить дальше к сдаче наших внутренних испытаний. Но и опять же, в реорганизации практической плоскости в ряде случаев не получается дозвониться до всех тех, кто подает на схожие профили в поиске искомого бюджетного места. В этой связи практическая рекомендация, дорогие друзья, ну прямо к тому же самому менеджменту. Обратите внимание на профили, которые как в ТОГУ есть, так и в Хабаровском университете экономики и правила. Это те самые профили, которые мы будем реализовывать совместно, уже буквально с началом этого учебного года. Поэтому при оценивании своих баллов и результатов ЕГЭ места в итоговом списке можно подходить, вот, собственно говоря, держа в голове наши процессы. Какую-то другую возможность. Это дополнительный, в общем-то, бонус, дополнительная возможность. Спасибо большое. Спасибо вам за интервью. Я думаю, что тот большой объем информации, который сегодня услышали наши телезрители, позволит им сделать выбор и задуматься, куда все-таки пойти учиться, куда рекомендовать своим детям, чтобы они пошли учиться. Спасибо большое вам за то, что вы пришли к нам в студию. Уважаемые телезрители, вы смотрели актуальное интервью, телеканал 6ТВ. Оставайтесь с нами. Спасибо.